друзья всем привет сегодня я вам покажу как правильно и быстро приготовить болтушку из манки для рыбалки такая болтушка не слетит даже при дальнем забросе к примеру для ловли фидера все пропорции буду показывать из расчета на 20 кубовый шприц насыпаем в какую емкость 4 ложечки манки небольшой горкой дальше если хотите использовать какой-нибудь ароматизатор в моем случае это чесночный его сразу же необходимо добавить в манку засыпали манку и сразу же немного ее ароматизируем сразу пошел такой запах чеснока дальше берем шприц и наполняем его водой примерно 13 половиной миллилитров если вы не будете использовать ароматизаторы то нужно будет налить 14 миллилитров и теперь вот так вот аккуратненько проливаем всю нашу пролили вот так вот немного взбалтываем как вы видите осталось немного воды лишнюю воду таким вот образом поддавливая удаляем это делать обязательно чтобы манка у вас не получилось слишком жидкой лишнюю воду удалили в таком виде оставляем манку минуты на три на четыре чтобы она настояла прошло три минуты теперь нужно эту манку хорошо размешать она уже видите немного начала клеиться и превращаться в болтушку после того как все хорошо перемешали оставляем еще минут на 5-7 прошло 7 минут смотрим что у нас получилось а получилось у нас уже вот такое вот тесто на втором этапе его немного еще надо поразмешивать именно придавливая к стеночкам чтобы все зернышки оставшиеся у нас растворились здесь уже надо мешать по тщательнее уже тесто как видите тянется но этого еще недостаточно в течение двух-трех минут мы тесто перемешали она уже отлично липнет дальше еще оставляем в таком виде на 5-7 минут чтобы она уже дошло до финальной стали аромат чесночка не передаваем сам бы ел но рыбе это тоже понравится еще прошло 5 минут смотрим что у нас получилось тесто стало уже как жвачка отлично тянется но желательно его еще немного помешать течение двух-трех минут чтобы оставшиеся крупицы разошлись у нас получилась однородная масса процесс как вы видите приготовление очень простой поэтому все это дело можно делать прям непосредственно перед рыбалкой также это можно сделать заранее и хранить холодильнике либо также это все должно приготовить непосредственно прям на самой рыбалке болтушка готова теперь ее нужно отправить шприц для этого сперва набираем шприц полный холодной воды чтобы смочить все стенки выдавливаем ее обратно вытаскиваем поршень ставим шприц верхней части на болтушку и через этот носик ртом втягиваем болтушку шприц при этом немного покручивая чтобы она туда плотненько зашла вот что получилось дальше можно уже вставлять поршень как вы видите болтушка тянется отлично теперь я вам покажу как ее правильно одевать на крючок выдавливаем одеваем чуть-чуть на крючок и делаем сперва пару оборотов так а затем через крючок и опять пару оборотов и все шарик у нас готов такой шарик у вас уже точно не слетит даже при дальнем забросе давайте сейчас его опустим в воду и посмотрим то есть как бы я его не ударил болтушка сидит очень надежно таким способом я рыбачу даже на фидер то есть как я вам говорил в начале видео этот способ подходит даже для дальнего заброса болтушка дает муть в воде но сама с крючка даже при ударах не слетает я прошло около 10 минут как вы видите насадка все еще отлично держится на крючке никуда не слетела рецепт проверенный кто знает все подтвердят если вы сделали болтушку заранее то в таком виде смело ее можете отправить в морозильную камеру холодильника и за несколько часов до рыбалки оттуда достать но обратите внимание что это можно сделать только один раз при повторном замораживание она уже потеряет свои свойства так что вот рассчитывайте можете наделать несколько шприцов разложите в холодильнике каждый там на свою рыбалку такого шприца мне хватает где-то на сутки рыбалки ну а на этом у меня все всем кто досмотрел это видео до конца спасибо за просмотр всем пока и до новых интересных видео всем удачи на рыбалке